Совсем немного времени остается до финальных соревнований 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника Севера. В Кормиловке готовы принять делегации из всех 32 районов региона. Команда хозяев упорно тренируется. Кормиловским атлетам хочется показать хорошие результаты на домашней спартакиаде. В сборной района по лыжным гонкам осваивает трассу, которая, по словам специалистов, одна из лучших в области. Очень трудно было найти место для лыжной трассы, поэтому, может быть, она нестандартная, у нас получилось всего 2,5 километра, но она получилась закрытая, компактная. Тем не менее, на этих 2,5 километрах у нас получилось небольшие 4 подъема, так что если посчитать на десятки, у мужчин получается 16 подъемов. Ну, наверное, будет не совсем простая она, особенно в конце дистанции. У нас лидеры есть в своей команде. Это Алена Годзина, она мастер спорта по палеотлону по-зимнему, член сборной команды. В составе МВД выступала за Омскую область. Максим Добрыднев, тоже сейчас студент курса МВД, тоже в прошлом году вошел в десятку лучших мужчин. Так что у нас есть и молодые ребята, которые постараются оправдать нашу, да и своих тренерародика Рашидовичу Матагару. Готовимся на протяжении 5 дней в неделю. Тренировочный процесс идет постоянно в течение всего года. Готовимся, попытаемся показать достойный результат. По крайней мере, не хуже, чем был в прошлом году. Мы были общей командой, место, 7 место заняли. Попробуем повторить или улучшить этот результат. Трасса, на мой взгляд, готова вообще идеально, шикарно. Не первый мой праздник севера, где побывал в многих районах области. На мой взгляд, трасса готова вообще великолепно. Я думаю, проведем праздник на высшем уровне здесь. Команда Омского района традиционно сильна в хоккее. Основной состав сборной определится по итогам районного праздника в Ачиире, где недавно установили новую хоккейную коробку. Когда планируется проведение праздника, поселению уделяется определенная сумма. На зимнее, например, проведение праздника и на летнее. Нам был выделен миллион районов. Мы построили пластиковую коробку. Качественно хорошая коробка. До этого у нас было много лет деревянная. Ухаживали, конечно, за ней, но пластиковая все-таки это как более профессиональная. Все стандарты. Я думаю, что новая коробка и условия, которые мы пытаемся создавать нашим хоккеистам, только, как сказать, не ухудшат, а улучшат. У нас, ребята, в сборной играют Омского района. Мы уже не первый год подряд становимся чемпионами. Это просто, можно сказать, качество игры подняло на новый уровень. Потому что, если обновлять инфраструктуру, соответственно, результат будет иной в Кормиловке. Но мы задач минимум не ставим. Надо поддерживать статус. А статус у нас пока чемпионы, поэтому надо держать марку. Достойно будут вознаграждены труды чемпионов. Пискультурно-спортивным клубом «Урожай» закуплены кубки, медали, подготовлен сигнальный выпуск буклета. Мы традиционно, конечно, заказываем медали с эмблемами праздника. Вот у Кормиловки такой симпатичный лисенок, поэтому мы на медалях отражаем. Везде идет это у нас в печатной продукции, в сувенирной продукции. Ну а кубки мы стараемся уже последние годы, и нам, в принципе, дали добро на это в финансовом отношении, что мы кубки покупаем как можно красивее, как можно больше, чтобы они были представлены у победителей, они получат, там привезут себе в район. В каждом районе практически есть стенды, где они размещают эти кубки. Ну и приходят люди, приходят особенно молодежь и дети, смотрят, в общем-то, на гордость своего района. Но это тоже немаловажно в том плане, чтобы люди как-то тянулись именно к спортивной сфере. Финальные соревнования праздника «Севера-2019» пройдут с 28 февраля по 3 марта в Кормиловке. Торжественное открытие сельской олимпиады запланировано на 1 марта. Начало в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова